Всем привет, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Юлия Белая прокомментировала жизнь на яхте. Белая, Семеренко и Никита Барышев решили жить на яхте, чтобы остальные участники их не трогали и не придирались к ним. Ребята уверены, что так будет лучше не только для них, но и для всех остальных. По словам Юлии, к ним часто придирались на острове и выставляли видео, снятое из-за угла, чтобы их подставить. Теперь они надеются, что ничего подобного больше не будет. На яхте поселятся сразу трое участников, которые недавно были изгоями, в которых чуть ли не плевали коллеги, а теперь они поселились в самых лучших условиях и явно вызовут новый шквал зависти, выливающийся обычно в самые нехорошие последствия, как в недавнем случае с Настей Стоцевьят, поколотившей сразу троих друзей. По словам Никиты, они действительно оставили остров и не собираются туда возвращаться, так как там для них просто невыносимые условия. Особенно Никиту смущало то, что их все обвиняли из-за каких-то недомолвок. Теперь он не собирается жить недомолвками, как и извиняться или мириться на время с некоторыми людьми. Барышев пообещал зарабатывать свой авторитет самостоятельно, а не потому, что он с кем-то помирится. Юля Белая тоже чувствует себя вполне счастливой. Она подтверждает, что нападки коллектива переходили все границы. Их оскорбляли, на них клеветали, просто выдумывали. Старались перекрутить все, что касается ее и Олеси. Кроме того, Юля рассказала о том, что Настя набросилась на Олесю и сбивала ее своей больной ногой. Сама Юля пыталась их развести. Все это не могло их не возмутить. Но сейчас, по словам Белой, все обидчики получили по заслугам. Справедливость восторжествовала, а сами они наслаждаются жизнью на яхте. Скорее всего, там они останутся. Саша Черно и Иосиф Агнисян хвастаются найденной квартирой. Супруги занимаются переездом. Саша и Иосиф наконец-то смогли найти квартиру, которую проведут несколько месяцев, пока Саша не родит. И когда появится малыш, Саша довольна. Она уверяет, что все именно так, как она и хотела. А все, что им не хватает, они уже прикупили. Поклонники ждут, когда супруги разберут вещи, чтобы оценить дизайн жилья. Агнисяны занимаются переездом. Черно довольна своей новой квартирой. Они наконец-то нашли жилье, которое смогли арендовать, где и проведут декретный отпуск. Сейчас будущие родители занимаются перевозкой вещей и обустройством быта. В квартире они обещают навести идеальный порядок, хотя пользователи язвят, что за три года порядка в комнате черной Иосиф Ани не наблюдали. По словам Иосиф, он тоже полностью доволен квартирой, хотя переезд ему дался с большим трудом. Усиленная подготовка к родам ведется с супругами во всех направлениях. Уже в следующем месяце Саша должна будет рожать, а по ее собственному признанию, она совсем не готова. Сильное впечатление на нее произвели роды Ольги Рапунцель. В то же время Александра твердит, что очень ждет встречи с сыном, лицо которого она уже видела на УЗИ. Недавно беременная участница так сердилась на то, что их пару часто обсуждают, что даже угрожала уйти с проекта не совсем, но потом передумала и пообещала вернуться в положенные сроки. Свою коллегу Ольгу Рапунцель Саша поздравила одной из первых, забыв о разногласиях. Стоит отметить, что недавно участники презентовали дизайн своих комнат, и Саша с Йоси решили все сделать так, чтобы понравилось ребенку. Поэтому разрисовали мультяшными сценками стены и презентацию проводили в соответствующем гриме. Зрители раскритиковали оформление, найдя его безвкусным. Руководство Дома-2 собирается подложить Марине Африкантовой огромную свинью. Спасатели любви считаются в Доме-2 высшим классом. Работают они меньше. Эфиры «Спаси свою любовь» выходят один раз в день по часу, пять дней в неделю, в то время как Дом-2 два раза в день по полтора часа и семь дней в неделю. Живут они вольготнее, а получают гораздо больше, чем строители любви. Спасательницу любви Марину Африкантову можно считать топовой участницей. Жизнь у девушки сплошь белорозовая и воздушная. Во-первых, спасать ей практически нечего, так как брак с Романом Капаклы спокойный, сытный и надежный. Во-вторых, зрители Марину обожают. Почти два миллиона подписчиков – лучшее тому подтверждение. И в-третьих, руководство Дома-2 явно благоволит красавице. Во всяком случае, так до сих пор считали зрители, ссылаясь на то, что ее практически ни разу не номинировали на уход. А злые языки называют Марину священной коровой, намекая на ее особое положение и неприкосновенность. Однако, похоже, это особое положение Марины на проекте вот-вот закончится. Руководство Дома-2 собирается подкинуть своей фаворитке настоящую жирную свинью. Слухи о том, что Андрей Чуев собирается вернуться в периметрах, ходит уже почти неделю. Сам герой пока отмалчивается и никак эту тему не комментирует. По информации из источников «Близких Дома-2», Надежда Ермакова уже отправила Андрею Чуеву приглашение. А в настоящее время ведутся переговоры. Стороны обсуждают цену вопроса. Андрей, по слухам, запросил нехило, даже несколько больше, чем Степан Меншиков. Правда ли это, утверждать трудно. Но что торги пока ведутся, вполне достоверно. Известно даже, с какой миссией придет экс-участник на проект. Опять же, по слухам, Чуй намерен троллить Ябарова и Африкантову. Народ давно ждет, когда кто-нибудь хорошенько прижмет Илью Ябарова. Меншиков было начал это дело и даже немного преуспел. Илюша стал заметно тише и больше не распинается про тухляк, но как-то неестественно быстро отступил. Поговаривает, что Шенсанье пригрозил уходом и руководство велело Степе сбавить пыл. Зато Чуев орешек крепкий. Что же до Марины Африкантовой, так у нее и с Рома. Он в обиду ее не даст. Опять же, Марина, как зрителям кажется, стала гораздо мудрее, сильнее и спокойнее. Девушка и сама уже не так уязвима и сможет за себя постоять. Ирина Науми решила пойти по стопам Ольги Сударкиной. Недавно мы уже видели тот самый скандальный момент, когда Ксения Борзина насильно заселила в одну комнату Павла Бабича и Иру Науми, чтобы ребята наконец-то определились, кто они друг другу. Девушка настолько была возмущена вмешательством в свою частную жизнь, видимо, так и не осознав, куда именно она пришла, что тут же собрала свои вещи и отправилась на выход, затеяв там же драку с охранниками. История закончилась в отделении полиции, где девушка написала заявление и потребовала, чтобы сотрудники шоу ответили за действия службы безопасности, а также вернули ей вещи. Не все поклонники поддержали Иру, считая, что она сама набросилась на охрану. К тому же в этот момент была изрядно пьяна. Действующие участники озвучили в прямых эфирах, что Науми откровенно хайпует, для чего, собственно, ей и нужен был проект. Однако, если обращение в правоохранительные органы есть, продюсерам Дома-2 придется дать объяснение. Науми написала, я наконец-то прилетела в Челябинск после очень тяжелой недели в Москве. Срок проверки по моему заявлению в полицию истекает 15 июля, после чего должно быть принято соответствующее процессуальное решение. Также, особо не рассчитывая на благоприятный исход проверки, мной была направлена претензия в адрес ООО «Солярис Промо Продакшн» – правообладатель и организатор съемок телепроекта. Тем временем эфир вышел. Как думаете, сколько и какие моменты вырезаны? В случае необходимости буду обращаться в суд для истребования полной записи конфликта с охраной и работниками проекта, сообщила уже бывшая участница. Полтора года назад на Доме-2 уже была одна девушка, которая вздумалась судиться с Ксенией Бородиной и ТНТ. Ольга Сударкина до сих пор ходит по всевозможным инстанциям и якобы пытается добиться справедливости. Так может и Ирина Науми рассчитывает на подобную славу, ведь она прекрасно была осведомлена, в какое место направляется. Даниил Сахнов уходит с проекта к Тане Строковой. Даня сейчас находится на выходных, и в один из этих прекрасных дней Юлия Ефременкова и Мандезир Светамур устроили ему неожиданную встречу с Татьяной Строковой. Бывшие достаточно тепло пообщались и вспомнили свои отношения на проекте. После застолья Юлия утверждала, что на следующий день ребята уже вовсю милуются. Сама же Строкова ничего на своей странице в социальных сетях не рассказывала и почти перестала снимать сториз. Доказательств никаких не было, кроме слов Ефременковой. Зато позавчера Игорь Григорьев снял, как Даниил с Таней держатся за ручки и находятся на веселе под виноградными напитками. И уже вчера Строкова сняла сториз инстаграм, как Сахнов собирает вещи и говорит о том, что уходит с проекта. Строкова говорит, построй свою любовь, а Даня отвечает, уже построил. Даже не знаю, радостное ли это событие, но поклонники в таком случае разделятся на два лагеря. Ведь если на проекте у ребят были такие проблемы, то и за периметром Таня морально задавит своего парня. Тем более, что у него не такая раскрученная страница в инстаграм, как у Строковой, и на рекламе он зарабатывать будет мало. А кем Даниил сможет работать в Москве, даже представить сложно. Так что скоро выйдет эфир, где Даниил будет прощаться с проектом, только кажется, что в скором времени вернется обратно. Анита Кобелева сдула губы и сразу преобразилась. Избранница Федора Стрелкова неоднократно подвергалась насмешкам из-за своих не в меру огромных губ. Зрители отмечали, с такими варениками девушка не только выглядит крайне непривлекательно, но и с трудом разговаривает. Судя по всему, сама Анита наконец осознала, что погорячилась размером. Блондинка опубликовала фото после посещения косметолога, продемонстрировав свои новые губы. Участница телестройки призналась, что больше никогда не вкачает столько себе геля, и подписчики горячо поддержали ее решение, сочтя его правильным. Многие отметили, с губами естественной формы и размера Кобелева сразу преобразилась, однако до натуральности ей еще далеко. К слову, фолловеры убеждены, до всех пластик и переделок Анита была настоящей красавицей и все только испортила в погоне за эффектной внешностью. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч!